Здравствуйте, друзья! Когда-то в те времена, когда трава была зеленее, мы с мужем были молодые, а наши дети были маленькие, по дороге на дачу мы заехали на цветочный рынок. В числе прочего мы купили очаровательную примулу, которую наша 4-летняя дочка всю дорогу держала в руках, любовалась, трогала листики, подносила к лицу, нюхала. Кто бы мог подумать, что меньше чем через полчаса мы помчимся в поликлинику. Кисти рук и лицо нашей малышки стали отекать. Все закончилось благополучно, укол антигистаминного препарата сделал свое доброе дело. Оказалось, что дело было в примуле. Ее стебель и листочки покрыты волосками, соприкосновение с которыми может вызывать сильнейшие аллергические реакции. Но кто бы мог заподозрить в этом милый цветочек. После этого случая я стала интересоваться, от каких еще растений в моем саду можно ждать подвоха. Какие из них могут нанести вред здоровью. Какие ядовиты. Как оказалось, таких растений у меня немного, а очень много. Начну с того, что сезон цветения в моем саду открывает ядовитый подснежник галантус. А заканчивает еще более ядовитый безвременник коухиум. Причем ядовиты все части этих растений. Ядовиты и потенциально опасны почти все наши любимые популярные весенние луковичные растения. Это и гиацинты, и крокусы, и нарциссы. И менее распространенные, такие как пушкиния, хианодокса, печеночница. Хочется отдельно сказать про тюльпаны. Потому что трудно представить себе более популярный весенний цветок. Кажется, ну как можно заподозрить в коварстве эти растения? Ведь многие слышали, что тюльпан используют в кулинарии. Начиная с 16 века из лепестков тюльпана изготавливают сиропы, настойки, десерты. Добавляют лепестки в салаты. В Голландии жалят лепестки в кляре и подают к рыбе, к мясу. Так вот, только лепестки у тюльпаны съедобны. А все остальное, лист, стебель и особенно луковица, содержат токсичные алкалоиды. Но есть другая опасность. Не обязательно есть тюльпаны, чтобы попасть под действие ядовитых веществ. Кожные сыпи, ломкие ногти, покалывание в кончиках пальцев. Вот такой букет неприятностей может подарить букет тюльпанов. Как, впрочем, и другие весенние луковичные, если работать с ними без перчаток. Ну, как говорится, тюльпаны, это еще только цветочки. Перейдем к другим, не менее ядовитым растениям. Водосбор или аквилегия. Ядовитые листья. Но больше всего яда содержится в цветах и семенах растения. К токсичным растениям относятся купальница, калужница, купена. Купена – родственница ландыша. Ядовито все растения, но особенно плоды. Темно-синие, почти черные ягодки. Ядовит она перстянка, особенно листья. Очень ядовит дельфиниум. Его семена могут вызвать остановку сердца. И очень-очень ядовит ландыш. Особенно его семена – красные ягодки. Не смотрите, что они такие симпатичные. Они могут особенно оказаться привлекательными для детей. Ядовитая анимона. Все ее сорта. Это я перечисляю только те растения, которые есть в моем саду. Да и то не все. Сюда же можно добавить пион, его корень ядовит. И некоторые другие растения, отравиться которыми довольно сложно, но при этом они считаются ядовитыми. Теперь перейдем к моим любимчикам. Очень ядовиты крупнолистовые гортензии. Достаточно просто пожевать лист гортензии, чтобы появились симптомы отравления. Затрудненное дыхание, падение артериального давления, обморок, судороги. Еще больше яда содержится в бутонах растения. Красавец рододендрон. Вот это тот случай, когда у растения смертельно ядовиты и стебли, и листья, и цветы, и пыльца, и нектар. Отравление, пусть и не смертельное, может вызвать даже мед, собранный пчелами с рододендрона. И что же это получается? У одних растений ядовиты бутоны и цветы, у других семена или луковицы, у третьих листья. Но узнав все о своих растениях, я не отказалась ни от одного из них. Растения, которые могут привлечь внимание детей своими семенами-коробочками, или наиболее опасные, я сажаю подальше от дорожек, на дальний план. Учу детей не рвать и не тянуть в рот все подряд. Луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацинтов не храню близко к кухне. Потому что я слышала про такие случаи, когда луковицу гиацинта путали с репчатым луком и получали тяжелые пищевые отравления. Стараюсь изучать растения, которые сажаю на своем участке, чтобы понимать, что можно от них ожидать. Конечно, аллергические реакции это очень индивидуально. Вы вот может удивитесь, но именно для меня самым ядовитым и опасным растением в саду является куст томата. Стоит мне прикоснуться к листьям томатов без перчаток и все. На руках появляются сначала розовые, а потом коричневые пятна, как будто ожоги. Я много лет выращиваю томаты и раньше такого не было. Сейчас при входе в теплицу я сразу одеваю перчатки. Ведь руки так и тянутся, обломить пасынок или подвязать веточку. И вы тоже, пожалуйста, не забывайте, что красота декоративных растений это одна сторона медали. А что там, с другой стороны, надо еще поинтересоваться. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был канал Домик окнами в сад.